привет меня зовут треха это любовь калия на рок-н-ролл друзья нашего теперь уже новое и я надеюсь также пока не закончится продукты постоянная рубрика как забить и сегодня мы поговорим о работе с таким табаком как blackbird очень много получаю в личку сообщений по поводу него и в том числе люди жалуются на некоторые проблемы с в работе с этим табаком которые у них возникают я надеюсь сегодня дать вам краткий и полезный гайд и после которого я надеюсь у вас вопросов не останется и как всегда вы продукт который вам интересен будет узнать как забивать в этой рубрике вы можете написать в комментариях мы их читаем отвечаем и надеяться что мы его от снимем просто мы снимаем эту рубрику примерно раз в месяц поэтому ваше предложение жду в комментариях давайте говорить о blackbird blackbird продукт на рынке уже устоявшийся имеет своих поклонников у меня в работе стоят примерно 8-10 вкусов от этого производителя вкусов много мы не будем разбирать ароматику какая хорошая какая плохая мы поговорим лишь о физических и курительных свойствах этого продукта и посмотрим что же с ним делать для того чтобы курить его максимально хорошо использовать мы сегодня будем две чашечки фанал и прямоточку и плюс пробежимся в двух словах о буквально там убивашечка чё нам потребуется давайте начнем пожалуй мы с прямоточки мы говорим о blackbird не как о продукте с повышенной крепостью табачок достаточно липкий друг другу достаточно тяжеленький но при этом достаточно легко разрыхляется то есть сделать его воздушно не составляет в целом никакой большой проблемы слышно фоне давайте переходить к забивке мы начнем самого простого и сразу будем говорить о нюансах работы с ним у blackbird есть такая одна история что при неправильной подачи жара он начинает немножечко тх-шич на это очень многие жаловались у меня в личку по крайней мере то есть спрашивали как этого избежать что делать смотрите я насыпал сейчас вилкой достаточно легко без всяких заморочек что дальше blackbird в целом работает в касании комфортненько но как я уже сказал зависит от жара наиболее оптимальная работа с blackbird нам внутри заведения или курение дома если вы вы перевариваете эту крепость вполне спокойно что вы делаете вы равномерненько всю площадь чаши закидывайте табаком делаете небольшое касание прям не нужно насыпать поверху просто в уровень чашечки накидали вполне спокойно равномерно воздушника распределили дальше вот сюда вы ставите call out желательно либо холодный либо слегка теплый я не очень люблю горячий call out и потому что это убивает суть ароматики поэтому если вам надо вы поставьте конечно кусок еще остался еще с его за там будет мы ставим вот на такую забивку которая воздушник и равномерно по всей площади в небольшое касание но ставим холодный либо теплый call out в котором стоит 3-4 25 угля даем постоять минутку полторы и начинаем равномерно раскуривать к моменту доведения полной готовности ароматика раскроется достаточно ровно не будет удара по горло за счет того что мы подали жар равномерно раскурочкой вот такой вот формат самый простой самый обычный здесь вся суть в подаче жара на этот продукт а при этом есть еще другой способ всю ту же самую смесь вы например да вот мы если говорим о том легко ли он пушится в целом несмотря на то что продукт тяжелый и липкий разбирать его на частицы достаточно легко то есть как видите с рук спокойненько отпадает по маленьким своим частичкам табака запросто делается это хорошо значит смотрите есть еще один способ для того чтобы получать никотин равномерно но курить более комфортно он более скажем так замороченный но на курение кардинально другой вы значит закидали свою чашу дальше вы руками вилкой чем угодно трамбуйте это все делаете хороший отступ можно парочку миллиметров вообще смело от края чаши тем более вот пупырышек колауда а для тех кого колол без пупырышек вообще все кайф вот так вот затрамбовываете дальше вы ставите 425 угля на call out вот на вот вот на эту вот чашечку с отступом 425 угля смело грузите грузите колпак и раскуривать начинаете спустя 2-3 минуты и раскуривать под колпаком там 30 секунд и снимаете его и до раскуриваете что происходит при такой забивки более плотная забивка позволяет избежать прямого контакта жара с табачной смесью тем самым не убивая ароматику от слова вообще вы получаете кучу теплого воздуха внутрь чашечки комфортное курение теплый воздух равномерный прогрев и небольшой от более комфортное курение более мягкое раскрытие вкуса а никотинчик при когда чашечка ваша прогреется вы таки у хорошечно вот это две самых распространенных забивки на блэкбёрне на прямоточных чашек которые я использую у себя в работе или там если бывает крайне редко но курю дому потому что крепость для меня чуть высоковато две вот таких простых работе с бёрном с пожару я вам рассказал на прямоточных чашек и давайте переходить к фанал и так бёрн на фанале зачем и для кого для любителей более комфортного курения был придуман фанал который позволял свободный воздух направить по пути наименьшего сопротивления и избежать крайне быстрого и неравномерного периодически прогрева от воздуха который поступал в чашу на прямоточных что и как влияет это на бёрн как я вам сказал многие жаловались на тх которая создается из-за неправильного прогрева поэтому для того чтобы бёрн также не тх шел на фанале что я вам рекомендую первую очередь при забивках фанала и blackburn стоит учесть тот фактор что бёрн жар к нему относятся хорошо сам сама смесь а вот некоторые из них вкусов к жару такие братишка не надо так пожалуйста поэтому мы с вами первую очередь избегаем возможного высокого касания то есть мы притрамбовываем слегка 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 во избежание касаний дальше многое конечно зависит от типа фанала который вы используете если у вас фанал греется достаточно быстро то вам не нужен ни колпак ни 4 25 угля я же у себя работаю в заведении например на сейчас по большей части на мунах в коллаборации с блогером трех и то есть это со мной чашечка жирненько греется равномерненько поэтому я сталкиваюсь даже случаем что по из-за того что чашка впитывает жар достаточно хорошо если у вас то же самое то это ваш случай вы делаете небольшие такие прорези для прохода воздуха зачем это нужно при установлении коллауда 3 25 угля воздух поступает чуть более активный падает в те места где табачная смесь соответственно не уложена то есть я вот здесь даже не до конца чуть сделал если он сюда падает соответственно он начинает уже ближе подходить к табаку и прогревать его чуть-чуть лучше это для тех у кого чашечки греются медленно если у вас чашечка греется долго ой наоборот если у вас чашка греется быстро вот это вот все вам не нужно то есть вот такие оте убрали эти прорези все курим вот так жар куда ты собрался снимаем снимаем он не говорит маршрут построен вот так вот короче а для тех кого чашечки греется быстро вам не нужны эти прорези ваша задача курить этот табак от прогрева чаши для этого вы делаете касание и убираете касание ставите call out и хорошенько прогреваете то есть фанул с тоненькой стенками вы можете себе позволить нормально нагреть потому что у вас воздух все равно будет идти по пути на меньшего сопротивления если у вас фанул соответственно жирники и греется медленно я вам показал раздел с прорезями вот есть еще один вариант для тех кто любит курить очень быстро получать весь никотин таких продуктов кто в целом это терпит не так много мы сейчас вскроем лишнюю баночку вот эту вот для для жаростойких продуктов в целом burn к ним относится только лишь некоторые вкусы плохо это делают вы берете и вот так вот захуя реваете я не фанат такого курения практически его не использую но я обязан вам об этом рассказать потому что этот продукт к этому в целом котируется и я думаю что вот такие способы вы видели у другого коленного блогера который пропагандирует напрямую это курение и говорит так норм я не фанат таких курений для меня это слишком агрессивно то есть вы жирненько во все это дело насыпали горячим опустили и у вас есть 25-30 минут активного яркого курения это если вы готовы это переваривать если вы не готовы так делать не стоит я небольшой фанат соответственно мы сейчас ставим call out и тезисно финализируем и обсуждаем последнюю забивочку на убивашки только что увидели примерное время прогрева на фанале на котором сделано буквально легенькое касание то есть жар burn впитывает начинает сразу дальше очень главное очень что это за русский язык вообще что за ужас очень внимательно относитесь к тому как вы подаете жар если вы оставили прогреваться и оставили все у вас возможен вариант такой что у вас будет бить горло это возможно в целом burn к жару относится положительно хорошо его впитывает хорошо воспринимает прошу прощения но если вы следуете моими рекомендациях вы ставите call out и через полторы минуточки начинаете по чуть-чуть его поддаводить до готовности в процесс происходит достаточно быстро вот сейчас когда я поступал именно так никакого давления на горло я чувствую вкус я равномерно получаю никотин никаких проблем с курением у меня уже не возникает соответственно это рекомендации я прям вот настоятельно вам говорю ребята подавайте жар равномерно холодный либо теплый call out легкий прогрев потом доведение раскуркой до состояния готовности а и мы с вами не коснулись работе на убивашечка которых я думаю многие используют в работе чего вам надо в данном случае воздушная забивочка с небольшим отступом ваш вообще братан при работе с бой берна то есть это прям максимально просто blackburn просто в обращении неприхотлив достаточно комфортно при соблюдении условий вы убивашечку насыпали call out полторы минуточки подождали об довели до поступления никотина выделение ароматизатора и поехали табак действительно простой понятный для людей но многие жалуются на вот это х это самое ключевое что хотелось бы осветить и как с этим бороться не стоит все продукты равнять под 1 что одному надо также и всем остальным значит тоже так нет каждый продукт все-таки по-своему уникален требует определенного обращения в данном случае я для себя пришел blackburn это равномерная подача жара также как и станчиком очень аккуратно с этими продуктами они оба к нему относятся хорошо берн чуть более жаропрочный нежели танж но тем не менее во избежание вот этих неприятных ощущений я рекомендую равномерно раскуривать мы с вами обсудили две забивочки на прямоточке убивашечку пару забивочек на фанале разной толщины готова теперь вы знаете как этим пользоваться как всегда друзья спасибо что посмотрели на в описании вы найдете ссылочки на наш телеграм-чатик для активности инстаграмчик там же там микс очки в общем кучу всего мы постим спасибо что следите пишите ваши комментарии какой продукт вы хотели бы увидеть дальнейших выпусках и как всегда слушайте хорошую музыку курить кальяны и любить своих женщин пока пока в следующем выпуске